всех приветствую на канале божениты омская область с вами я ее ведущий влад сегодня воскресенье 7 часов начала 8 утра специально выехал пораньше выгнал коров позавтракал и решил поснимать поснимаю ролик специально для автора вот этих вот книг бестселлеров это михаил ивановича санькова автор книг боженова любовь моя и саргатское притяжение здесь он описывал озеро жилое которое находится возле села боженова михаил иванович доброго вам здравия долгих лет жизни мы вас знаем помним и уважаем а также это содержимое этого ролика будет интересно тем кто жил когда-то в селе боженова саргатского района помнит свою малую родину я сейчас попытаюсь проиллюстрировать один из моментов вот и вот этих книг значит озеро я покажу в какой периоде водности находится сейчас живое озеро стою на берегу озера показываю вот это зады улице береговой видно там школы находится за моей спиной озеро а вот сейчас вот за моей спиной видно тополя кто раньше жил в боженова тот знает где находится это поля на берегу озера наверняка помнят что озеро настолько сильно высыхало что тополя были очень высоко сейчас уровень воды поднялся настолько сильно что вода подошла к самим тополям сейчас я сменю ракурс не буду показывать берега озера в общем вода подошла вода озеро вернулось своим прежним берегам вода подошла к самому валу вот там видно кони и вода возле самого вала вот это вот место раньше считалось пляжем я сколько раз здесь ходил с прибором пытался найти что-либо из царизма из империи ничего не встречается только советская мелочевка видно тополя да я сейчас буду ездить по берегам озера остановлюсь в двух-трех местах попытаюсь доехать до перекопа и покажу как там сильно разлилась вода сменил я ракурс съемки поднялся чуть чуть повыше сейчас я буду приближать и удалять и постараюсь показать размеры озера так вот у нас что зады береговой улице так сейчас я школу приближу вот она школа так дальше смотрим докуда вода дошла практически да да саньковского дома дошла вода вот и зады вот тот берег видно рыбаки стоят большая вода и море рыбы озеро чистое никаких ни островов ни плавающей лавды сейчас не видно она конечно есть но и как только меняется ветер ее пригоняет только то к одному берегу то к другому вот он тополь где я снимал стоял сейчас я проеду по мельничной улице и постараюсь доехать и дойти хотя бы до перекопа вот там вот мельницы были тоже вода до тополей дошла сейчас я нахожусь на задах школы вот он за моей спиной переулочек здесь сейчас вот находится котельная которая отапливает школу переулок перегорожен там зольный отвал и там прохода нет так то раньше по переулку ездили и спускались от церкви а сейчас нет прохода ну пробраться можно и вот зады школы тоже они все заросшие но это не важно просто я для чего сюда зашел показать насколько поднялось озеро вода дошла до самого вот этого вот вала до самого низа переулка и вот здесь видно да в общем линия в воде ее обрезали шла линия вдоль озера вот эту линию убрали и пустили в другом месте потому что столбы начали валить михаил иванович покажу вам свою настольную книгу вот у меня стол и вот ваша книга всегда с собой читаю свободное время и пытаюсь что-либо иллюстрировать переехал я на другое место пытаясь показать дорогу на малобоженово вот здесь вот рез находится последняя дова по береговой улице и вот сейчас постараюсь медленно сделать обзор смотрим да видно берега озера вот здесь вот за моей спиной находится дорога на малобоженово раньше можно было по прямой проехать воды не было свободно только по весне иногда поднималась вода а сейчас нет невозможно так вот она дорога на малобоженово раз мы приблизим вот здесь она заходит сейчас в озеро а там должна выходить и видно ветер был западный всю лавду согнала в эту сторону прибило к берегу он она плавает ветер сменится опять эти острова плавающие не тонущие оторвутся и поплывут по озеру переехал я на другое место сейчас нахожусь на тракте который шел в сторону гисподиновки дальше вниз спускаться бесполезно вода подошла к самую к самую дороге и там такие значит перемывы что не знаю навряд на тракторе сложно будет переехать сейчас по кругу обзоры буду делать и показывать так сначала в эту сторону чтобы убедились вот он ток против света съемкой так так вот он тракт на дисподиновку показываю заднее озеро пасти негде пасут между двумя озерами вот он перешек сейчас маленько-маленько и перегонят туда на малобоженово сменил я другое опять место пытаюсь попасть дойти до перекопа и вот я сейчас в кроссовках кроссовках и не знаю как пройти опустился немножко пониже вот сейчас показываю вот здесь вот сеновал был колхозный кто помнит вода дошла до самого сеновала и вот вал с этой стороны сделали и канала аж вода в канал зашла сейчас я туда дальше попытаюсь пройти может быть удастся перейти но довольно сложно вода сумасшедшая иду по валу возле сеновала где раньше был кохотный сеновал и не знаю где перейти сеновал то вот он был вот территория его большая а я иду от жилого озера к заднему по этому валу и вода стоит не знаю где перескочить но не знаю дальше попробую там скотина дальше пасется сейчас попытаюсь дойти до перекопа вот елки и палки тут не перейдешь так просто перепрыгивать нужно вот в одном месте только попытаюсь перескочить нашел место где перепрыгнул сейчас иду по перешейку между озерами между задним и живым тут скотина пасется добрался и до перекопа кто помнит мой прежний ролик рано весной я сюда ездил на тракторе показывал показывал как шла вода через трубу вот сейчас я обратно дошел до этой трубы вот она находится труба вода настолько наполнилась озеро вот его видно да что вода дошла до самой трубы его дальше дорога но не знаю как туда будет переезжать не покосов похоже то мнение ничего не будет если здесь вода то со стороны михайловки воды еще больше на малобоженого я не попаду уже точно сто процентов не перескочу потому что здесь в сапогах этой не каждый решится я тебя просто буду идти и показывать смотрим перекоп еще раз я повыше подниму попробую показать вот этот перекоп вот тут можно я перепрыгну показываю какое течение идет заднего озера живое а течение сумасшедшие здесь уже солнце поднялось рыбы не видно пастухи скотина перегоняются это такая глубина перекопе а а а Субтитры делал DimaTorzok Все, и дальше они пойдут пастись на Малобаженова Добрался я до самого конца Перекопа Видели, наверное, как я перепрыгивал за мной Заднее озеро Вон вода как поднялась Ну, заднее озеро вроде большое, но там кустарник плавает Лавды полно Оно большое, но оно мельче Живое, это оно глубже озера и чище Там дальше видим Малобаженова Туда я не пойду Сейчас В следующий раз Если кто пожелает, то напишите Вот он перекоп, видно его, да? Перепад какой? Сантиметров, наверное, 80 Хорошо, я заканчиваю свой репортаж Был разговор о заднем и живом озере Возле села Баженово Соргатского района Кому было интересно Ставьте плюсы Кому не понравилось, ставьте минусы Подписывайтесь на мой канал Буду дальше вас радовать своими репортажами Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok